Всем привет! Лунд – город на юге Швеции, в Ленисконе, центр одноименной коммуны. Название города переводится на русский язык как «роща». На основании археологических раскопок установлено, что предшественником Лунда в Железном веке было поселение, расположенное невдалеке в местечке у Покра. Считается, что Лунд был основан в 990 году, когда эти земли принадлежали Дании. Позднее эта область стала христианским центром Северной Европы с архиепископом и Лундским кафедральным собором, построенным в 1103 году. Лундский университет, основанный в 1666 году, один из крупнейших в Скандинавии. По состоянию на 2005 год в городе проживает 76 188 человек, исключая временно учащихся студентов. Всего в Лунской коммуне проживают 105 286 человек. Декабрь 2007. Лунский собор. Момент основания Лунда до сих пор остается неясным. До недавних пор считалось, что город основал Кнут Великий около 1020 года. Однако, недавние археологические раскопки дали возможность предположить, что первое поселение на этой местности относится к 990 году. Затем население из поселения Упокра. Швед. Апокра. Переехало к тому месту, где сегодня находится Лунд, что произошло по воле короля Свена Вилобородова. Впрочем, небольшое поселение Упокра по сей день существует на своем историческом месте. В нем установлены стационарные стенды с обширными комментариями. География. Лунд находится в самом большом в Швеции сельскохозяйственном районе. Климат. Нормы и рекорды за 1991-2020 года. Янф. Фев. Март. Апр. Май. Июнь. Июль. Авыгэ. Сен. Окт. Наяб. Дек. Год. Абсолютный максимум Си. 10,9, 14,0, 19,3, 27,1, 28,9, 32,3, 34,3, 34,4, Средний максимум Си. 3,0, 3,4, 6,7, 12,7, 17,5, 20,6, 23,2, 22,7, 18,2, 12,5, 7,4, 4,3, 12,7. Средняя температура Си. 0,9, 1,0, 3,2, 7,8, 12,4, 15,8, 18,3, 17,9, 14,0, 14,0, 9,3, 5,2, 2,3, 9,0. Средний минимум Си. 1,2, 1,1, 0,2, 3,7, 7,9, 11,5, 13,9, 13,9, 10,7, 6,6, 3,2, 0,3, 5,8. Абсолютный минимум Си. 18,8, 16, 16,3, 5,7, 1,2, 3,4, 0,3, 6,6, 5,3, 0,0, 0,10, 8,5, 9,7, 19,4, 19,4. Норма осадков ММ. 55, 43, 40, 34, 43, 63, 62, 79, 61, 68, 61, 68, 676. Виды города. Памятник крупнейшей на территории Скандинавии битве между шведами и датчанами. Лунская обсерватория, построенная по требованиям заказчиков в подражание Пулковской. Церковь всех святых. Здание университета. Улица в городе. Транспорт. Автодороги. Трасса И-22 возле Лунда. Лунд вошел в сеть автодорог в 1953 году, когда вокруг города была построена первая автомагистраль в Швеции, И-22. Исторически, четвертая. По трассе 16 можно добраться до И-6, а по 108 до И-65. Железные дороги. Еще в середине 20 века Скони обладала отлично развитой и плотной сетью железных дорог. Однако во второй половине века большинство из них были демонтированы по решению правительства. Железнодорожное полотно было сохранено лишь на основных маршрутах. А грузы и пассажиропоток на остальных направлениях приняли на себя автобусы, грузовые и частные автомобили. В последние десятилетия наблюдается бурное возрождение железнодорожного транспорта в Сконе. Пассажирооборот растет взрывным темпом, следуя за экономическим развитием городов Эрисунского региона. В первую очередь, Мальмю и Копенгагена. И стремлением решать транспортные задачи более устойчивым с экологической и социальной точки зрения образом. Ныне эксплуатируемые поезда зачастую не справляются с пассажиропотоком и в поездах, делающих остановку в Лунде на пути в Мальмю, Копенгаген, Кристианстад и Хельсинберг, такое явление как давка является скорее правилом, нежели исключением. В связи с этим в настоящее время ведется активное расширение железнодорожных маршрутов, то есть укладка параллельных путей, иногда до 4-6 рельс на одном направлении, которые позволили бы одновременную эксплуатацию БО. Ильшево числа поездов на маршруте. На этот процесс также влияют долгосрочные планы перевода регионального сообщения с автобусов на железнодорожные маршруты, которые будет обслуживать так называемый ПГТАК, и планы прокладки рельсов для трамваев и легкого метро внутри самих городов. Железнодорожный городской транспорт планируется связать с междугородним железнодорожным сообщением в Сконе. Поезда, с крупными городами Эрисунского региона, такими, например, как Копенгаген и Хельсингер на восточном побережье Дании, Мальмё, Хельсингберг и Кристианстад в Сконе, Карлскруно в Блекинге и с Гётибергом на западном побережье Швеции. Железнодорожное сообщение с Лундом обеспечивает Эрисунский поезд. Аресанток, управляемый совместно железнодорожной компанией Швеции СДЖ и Датской Эдзээс. В крупных и средних населенных пунктах внутри Сконе делает остановки поезд Челнок. ПГТАК, который имеет заметно более низкую скорость, чем Эрисунский поезд, но обслуживает более мелкие станции, которые Эрисунский поезд пропускает. Его обслуживает региональная государственная транспортная компания Сканетрофикон, в ведении которой находятся также областные автобусы и паромы. Первый поезд Челнок в Сконе начал ходить в 1983 году и в год его 25-летия. В 2008 году было представлено новое поколение ПГТАК, более комфортабельное и скоростное по сравнению с первым. Трамвай в Лунде. Запуск в августе 2020. С другими крупнейшими городами Швеции, такими как Гетеборг, Стокгольм, Сунцвале-Злунда по железной дороге можно добраться на самом быстром на сегодняшний день поезде Швеции, скоростном 10-2000. В Швеции 10-2000 эксплуатируется с 1990 и летом 2008 года ожидается его постепенное обновление. Новый вид поезда, новый вагон Бестро. В августе 2020 года в Лунде запустили первый тестовый трамвай Ланда Экспрессин. 13 декабря 2020 года открыто регулярное движение трамваев по маршруту длиной около 5,5 километра, от станции Ланд Си до конечной Ланд С. Аэропорты. Жители Лена-Скуни в основном пользуются Копенгагенским аэропортом Каструк в 45 минутах пути на электричке от Лунда. Для авиапутешествий внутри Швеции жителям Лунда доступен аэропорт Стурук в Мальмю. К югу от Лунда расположена взлетно-посадочная полоса Хасланда, используемая в основном частными самолетами и чартерными рейсами. Промышленность. В городе находится штаб-квартира компании Tetra Pak. В Лунде находится научно-исследовательский центр компании Sony Mobile Communications. Представлена также медицинская промышленность. Фирмы AstraZeneca и Gembro. Наука. В Лунде расположена шведская национальная лаборатория Max Lab, в которой работает серия источников синхротронного излучения, включая 3G в синхротрон МЭКС-4. В 2014 году недалеко от Лунда начато строительство крупнейшего материаловеческого центра на основе нейтронного источника European Spolation Source. В честь Лунда и Лунской обсерватории назван астероид, 809, Лундия, открытый в 1915 году немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг. Города-побратимы. Флаг Дании Виборг. Дания. Флаг Норвегии Хамар. Норвегия. Флаг Финляндии Поруа. Финляндия. Флаг Исландии Дальвик. Исландия. Флаг Франции Невер. Франция. Флаг Никарагуа Леон. Никарагуа. Флаг Германии Грейфсвольд. Германия. Флаг Польши Забжа. Польша. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.